нет максим щегловитов там действительно есть лазейка я ее объясню я сначала подумал что он просто но сейчас я выяснил что он ну вы знаете ведь отправил в нокаут пассажира такси вот за это он достоин порицания но как он отреагирует я вам покажу одного водителя такси дико позитивного он очень хитрый паренек я хочу ему позвонить алло руслан здрасте доброго времени суток дорогие друзья и с удовольствием приветствую вас у себя на канале с таксером позабавила сантос как я выяснил за сегодняшний день я же говорю я вернулся в 2014 год пауков такси это не самый пиздец на ютубе в этой сфере в данный момент я сам в шоке от того что это говорю но существует водитель который работает в яндексе в гете и так далее и возит пассажиров со стволом и периодически этим стволом угрожает снимает все это на видео и выкладывает youtube охуеть это же блять гениально просто и гениально блеск так все ребята короче у нас видеоролик который называется я вот сейчас просто покажу как вот этот паренек который уже наковали на прошлом стриме так вот значит у него есть видеоролик где он объясняет свою позицию сейчас попытаюсь его найти ролик называется яндекс хочет ликвидировать таксиста вот в этом ролике который два месяца назад выпустил человек анатолий который ты петя и так далее ну вы все его знаете ну вы знаете петю он там в принципе вот видно что человек считает что он прав я кстати вообще балдю с его превьюшек это великолепно давайте посмотрим ну вот и все доснимался я видосов видео мои дошли до худвердяна и ему не понравилось то что я говорю правду правду о яндекс такси вместе с серёжей нас правда живите по правде он типа лев алексей там там блин там все немножко сложнее он короче образованный революционер ставит мне дизлайки теперь худвердян приказал своим менеджером лучшим менеджером всеми силами убрать меня убрать из яндекса привет вам те же в свою очередь подумали ну как же мы его заблочим нельзя просто так взять и заблокировать водителя яндексе же нельзя это сделать просто так и заблокировать ну и тут я так понял они решили пойти хитрым путем я выхожу на линию и мне приходит вот такое вот уведомление пассажиры пишут о грубом поведении с вашей стороны это серьезное нарушение стандартов сервиса и следующее замечание приведет к блокировке пожалуйста не провоцируйте конфликты и не поддавайтесь на провокацию зачем он изменяет голос типа блять ладно хуй с ним я тут естественно был в токе о вот это респект давай цель на шоу дозвонился у нас сегодня будет один номер телефона я пока не знаю я на всякий случай бабла закинул на телефон я понятия не имею где человек живет так по видосам и не понял но он такой прям суровый суровый парень тоже водитель как же так вроде не хамлю не грублю никому да бывает там не разрешаю покурить выпить для тех кто не понимает о чем идет речь этот человек работает в такси он пользуется услугами агрегаторов таких как яндекс get uber ну яндекс и uber сейчас это одно и то же с недавних пор там пару месяцев по моему он нашел лазейку в договоре с агрегаторами и в законах о перевозках пассажиров и этой лазейкой активно пользуется для того чтобы генерировать контент провокационный для своего канала на ютубе я ни в коем случае его не буду оправдывать за его поведение во время разговора на прошлом стриме когда я ему звонил ну я не зря с ним не говорил о такси вообще как таковом а его контенте на ютубе по той простой причине что я тогда не разобрался в вопросе лично я последний раз занимался этой темой но интересовался этой темой 5 лет назад когда у меня была своя диспетчерская служба такси то есть как сейчас дела обстоят я понятия не имею это абсолютно нормально собственно поэтому не разобравшись но я увидел что как он как он себя ведет мне показалось я свое мнение высказал вот именно в режиме онлайн как вот я это увидел я прекрасно понимал что могут быть подводные камни они были вот поэтому мы с ним атакси не разговаривали это не отменяет того что этот человек с удовольствием за 10 тысяч рублей готов про рекламировать парафон бет нл интернешнл любую хуйню которую вы ему дадите прорекламировать он прорекламирует 10 тысяч рублей кстати вот номер телефона у него в описании под каждым видосом если у меня среди моих зрителей есть мошенники добро пожаловать этот человек вам всегда поможет с удовольствием прям с радостью нет максим щегловитов там действительно есть лазейка я ее объясню ну вообще-то в принципе он ее сейчас и сам объяснит а я свое мнение по этому поводу скажу вышаю скорость а вообще если посмотреть все мои отзывы например в он в драйвере там только пишут самое хорошее чистый ухоженный автомобиль быстро приехал приятная музыка и так далее спасибо так неожиданно и приятно очень приятно ни одной жалобы нет на меня ну просто тушка только положительные отзывы а вот в яндексе странно ну и тут я решил позвонить яндекс и спросить ну как же так нельзя просто присылать такие сообщения мне может и сердце остановиться ведь я же человек уже возрасте и нервничать и мне нельзя если кто-то жалуется присылайте доказательства я все отвечу ведь почти каждая поездка у меня записывается и всем все нравится ну кроме тех кому я запрещаю курить пить побыстрее поехать и так далее но остались да и кроме тем кому ты говоришь что поездка будет стоить не 120 рублей допустим 300 300 претензий вообще никаких но бывает еще до предлагает своим тарифом но это редкий случай и то я здесь прав как яндекс присылает мне заказ там не указан конечный адрес не указан тариф и я приезжаю а там тариф не соответствует даже близко моему тарифу и приходится поэтому яндекс такси и вообще в любом агрегаторе пользовательское соглашение заключается с перевозчиком то есть с этим пареньком и в этом договоре при подключении есть реально пункт где указано что это приблизительные тарифы и они могут отличаться от тарифов ну а 3 от реальной стоимости поездки он этой темой пользуется то есть есть тарифы яндекса есть тарифы его которые он считает адекватными для москвы он в москве таксует тот соглашается кто-то нет но я все равно отвожу кто-то соглашается кто-то нет но я все равно их отвожу то ли ты пиздобол а как же сам объяснить так вот там тариф будет 260 рублей нет он должен тариф заказ предоставлять по тарифам перевозчику вот мои тарифы она даже к минимальным приблизительно не сходится но где-то видно за мкадом ехать в город на 200 рублей плюс комиссии хочу предупредить вас на будущее цены сейчас будет повышена скоро а ну что будет будьте ездить посмотрим если уж надо будет ну куда делать то есть он дезинформирует еще при этом клиента я вас хочу предупредить на будущее что цены будут скоро в скором времени повышен им толя будут повышен нет тобой лично понимаю ты революционер тебе можно а сколько цена поездки помешки не пишет цена поездки тариф такую даже не написали согласен я очень не а сколько цена я не знаю муж устроит куда ехать насколько стоимость сколько 7 рублей по москве тариф сука мудак не умеет в звук но прибавь ты блять или хотя бы титры нахуярь он тупой как дерево 10 рублей он сказал после цена не показано вот жесть чтобы вы поняли на что сейчас происходит данный момент яндексу как-то необходимо влиять на водителей по той простой причине что у них достаточно невысокие цены вообще в принципе по россии я не говорю о москве так везде у них очень недорого но заявки то нужно как-то выполнять правильно кто-то же должен эти заявки ну как тут кто-то даже должен этих клиентов отвозить соответственно водителю предоставляется информация об адресе то есть соответственно что на этом адресе находится человек который желает поехать воспользоваться услугами этого водителя водитель принимает эту заявку но ему не сообщается куда этот человек намерен поехать и какова будет стоимость этой поездки для чего это делается очевидная манипуляция со стороны яндекса потому что есть нехорошие маршруты есть хорошие маршруты есть выгодные поездки есть невыгодные поездки в любом даже в самом очень продуманном тарифном плане есть места куда водители не любят ездить есть какие-то не очень удобные подъезды имеют до конечной точки или например человек ну не очень хочет выезжать там за предел московской кольцевой автодороги ну это я например москвой говорю поэтому но эти заявки все равно кто-то должен выполнять для этого и существует такая легкая манипуляция со стороны яндекса но самое интересное что когда клиент садится в машину этот хер должен заявку принять для того чтобы ему показали какова стоимость поездки и куда клиент едет он так не делает клиент к нему садится и он начинает у клиента выяснять какова стоимость поездки и куда он едет для того чтобы потом спровоцировать клиента вывести его на эмоции чтобы клиент нажал отмену заказа чтобы не он отказался после того как подтвердил что он на месте а клиент потому что если он откажется у него упадут баллы он будет получать заявки не в той по очередности в какой ему бы хотелось и так далее он очень хитрый паренек его лично вот этого толя на никто в яндексе работать не заставляет но он революционер он хочет изменить систему не стоит погибаться под изменчивый мифталиан да пусть миф пусть яндекс блять прогнется под нас прекрасная идея замечательная ты молодец ты революционер ты против системы но клиенты твои тут причем вот причем блять тут клиенты которые воспользовались приложением им написали 120 рублей они выходят тут короче сидит такой умный хуй и такой горит 300 вот так рассуждает анатолий анатолий блять молодец то есть вот такая логика при этом знаете в чем самый большой прикол опять же это после сегодняшнего общения с водителями ну я показывал им ролики этого паренька записывал их мнение готовлю материал такой небольшой ну вернее когда-то он выйдет наверное когда я подробнее разберусь в этой ситуации значит ситуация в чем хорошие водители у которых хорошие оценки реально и которые не конфликтуют с клиентами все клиенты довольны все нормально если клиенту предоставляется скидка на поездку ну там допустим у него там купон какой-нибудь или он друга пригласил мало ли то есть водитель видит а 120 рублей а реально поездка там стоит 180 пример но эту скидку водителям компенсирует яндекс если ты хороший белый и пушистый но анатолий не такой плюс на морозе надо стоять так что говорю следующий раз кто пожалуется вы мне прям сразу незамедлительно пиши я не могу понять он короче каким образом он берет машину в аренду одну другую только как он блять это делает я понятия не имею товарищи прислали сообщение что увидев стрим мой на этого паренька в яндекс пожаловались результата результат возможно какой-то будет но смотрите вот с юридической точки зрения он абсолютно прав вот тут не докопаешься ну сука клиенты тут причем что как где куда эти звоните в любое время и доказательства главное как я понял менеджеры подумали ну да доказательств никаких нету а давай-ка мы его за скорость отключим напишем что он превышает и все никаких доказательств нам не надо то есть увидеть он борется системой борется с яндексом хочет ее переделать пишет заяву в прокуратуру на яндекс в прокуратуру и приезжает с видеодоказательствами какие конфликты происходят самое смешное самое смешное что если прокуратура инициирует проверку она проверить все его видеозаписи при все его видеоролики а там мы сегодня такое посмотрим вы охуеете здравствуйте нашел ошибку в вашем приложении пишите что я превышаю скорость но этого не может быть у меня за последние две недели ни одного штрафа можете проверить мой автомобиль по штрафам и ничего нету я девять лет в такси только аккуратность стиль вождения такая манипуляция да у меня за последние две недели ни одного штрафа за последние две недели а я девять лет в такси и только аккуратный стиль вождения а причем тут две недели так что же ребят по этой причине не получится заблокировать хотя до константин нефедовцы совершенно прав отсутствие штрафов не означает превышение у них геолокация клитора вся хуйня то есть они определяют какой скорость он добирается из пункта пункт б и могут определить приблизительную его скорость я сначала подумал что он просто мудак но сейчас я выяснил что он долбоеб и он реально считает как бы что он прав вот в чем фишка он искренне считает что он прав я сейчас не шучу бывают случаи когда яндекс сам заставляет водителя нарушать превышать скорость так как то есть смотрю мои видео называется поселок которым запрещено ходить там в конце есть небольшой квест от яндекс у меня где яндекс прислал такое вот сообщение где мне надо было спеть за 30 минут доехать куда-то там и не знаю зачем это ну я надеюсь но что блять то ли там написано и езжайте похуй на превышение что что блять квест хуес блять что вот это это умышленно деструктивная критика анатолий это 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 тебя не красит самое прикольное то что знаешь вот в этом видосе даже твои блять адепты вы купили что ты пиздишь многовато дизлайков то мне будет какой-то бонус там 500 сверху может еще он купать и тут куда вердян и стартанул быстренько можете посмотреть это видео ну где я при чувак просто делает контент чего вы докопались игорь александров в том-то вести прикол что мы другого посмотрим который просто делает контент а а этот он реально считает что он прав приехал заказ на то где-то там на 200 рублей чем то было и пиццу я не получил а нет получил штраф пиццу в этот день за превышение скорости все больше штрафов у меня никаких не было на эту машину так что это у вас наверно какие-то ошибки таксометре тут у менеджеров тоже не получилось меня заблокировать ведь до штрафа мои пробили а у меня их то и нету ну и тогда они присылают следующее сообщение о том что я беру заказы и не выполняют но здесь то тоже работаю согласно договору заказ пришел подтвердил если он не устроил я его выполню а если нет то естественно зачем я буду его выполнять себе в убыток что сука я таких так дрочил у меня тоже были ребята которые работали по французской системе нет перчаток не работаем ну вот типичный типичный француз но заказа яндекс предлагает с неполной информации виде только начальный адрес поэтому приходится постоянно звонить клиентам либо писать им вот по поводу неполной информации в бородатые времена когда я был молодым и необузданным у нас было три канала на третьем канале самым плохом работали водителей у которых были автомобили скажем так не в самом хорошем состоянии на втором канале работали все остальные передний привод там кондиционеры вся хурма и был зеленый канал так называемый где водители за дополнительную плату на этом канале находились и соответственно им сообщали информацию о том куда человек едет и по какой стоимости они за это дополнительно доплачивали это не с целью заработать бабла было вообще это было с целью разграничить ребят существовали жадные ребята которые не желали доплачивать и просто сидели на остальных каналах еще раз повторяюсь заявки от клиентов которые не очень удобный все равно кто-то должен выполнять я первые полгода вместе с братом гонял на линии и забирал десятые бесплатные поездки блять поездки в санчеле его чтобы вы понимали да в ебеня пиздочинские ночью да на гэс то есть заявки которые никто не брал мы их брали потом это прекратили и сделали вот такое разделение для того чтобы ну 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 а что блять мне мне сука всю жизнь что ли ездить блять самому и выполнять неудобные заказы просто поначалу машин было не очень много такси было не раскрученная поэтому мы вот как-то так вот выкручивались ну а что мне блять реально всю жизнь гонять там у меня других дел было по горло это действительно так да это не очень красиво но при этом при всем когда приходил человек у которого есть свой собственный автомобиль и который хочет с нами сотрудничать моему сразу про прямо говорили напоминает 2012 год но с 12 по 14 но даже в 2012 мы уже сразу так говорили здравствуйте там михаил петрович сидоров это не вы к нам на работу устраиваетесь это вы нас нанимаете по факту это так потому что водитель у которого есть личный автомобиль нанимает диспетчера заключая с ним договор диспетчер ему предоставляет услугу связи по сути и это абсолютно нормально при этом как-то вот решались эти вопросы десятые поездки компенсировались мы следили за своим парком автомобилей это был не наш парк автомобилей ну за людьми с которыми мы заключали договор обрабатывали жалобы у нас был реально не виртуальный а реальный отдел контроля качества который еженедельно там было два человека проверяли автомобили не разбиты или они не попадали ли они в аварию насколько чисто в салоне вообще в каком состоянии автомобиль как как себя ведет водитель в адеквате он или не в адеквате да раз в неделю я понимаю это не каждый день мне настолько эта ситуация знакома и и и настолько вот тут я получал фидбэк от клиентов от водителей я настолько хорошо знаю эту ситуацию и и она мне настолько близка что я знаю как 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 можно сделать хорошо и вот от таких блять пидорасов вот они были но не без этого сейчас я переключусь мы дальше не будем досматривать он в принципе уже основной все сказал еще один момент сразу его поясню работа водителям в такси извозчиком ну а они есть они перевозчики это далеко не самое престижное занятие я через это прошел поэтому кто мне будет рассказывать да ты нихуя не знаешь подите нахуй я 8 часов 1 1 однажды блять возил ребят которые меня просто вывели блять заебали реально я все стерпел бухие блять которые ездят блять за наркотиками куда-то в неадекватном состоянии миллиард вообще вариантов просто встрять за смену такого бы такое происходит там периодически поэтому не надо мне тут рассказывать какая-то тяжелая блять работа я блять все прекрасно знаю люди это сами выбирают этот род деятельности сами самостоятельно их никто зал за за ноги туда не тащит тебя никто не заставляет работать с конкретным агрегатором например с яндексом слава богу блять на рынке этого дохуя вообще выбор просто великолепнейший к тому же сам анатолий заявляет у нас есть гет вот есть гет а вот там все хорошо а вот в яндексе все плохо ну я короче хер положил короче на все то на на то что у меня есть выбор я вот хочу яндекс блять перевернуть то ли это не ты перевернул игру это игра тебя перевернул ты понимаешь о чем я говорю ты скорее у меня есть два варианта либо ты реально долбоёб и какой-то мне совершенно непонятной причине гнешь свою линию упертый осел либо ты просто реально троллишь и собственно говоря делаешь таким образом контент но есть один момент я с тобой общался по телефону поэтому я все-таки склоняюсь к первому варианту не серьезно плюс я читал твое заявление в прокуратуру на яндекс такси которые составлены так как будто вы с пограничником его на брудершафт писали на эти серьезно говори там пиздец к моему великому сожалению подобных людей то есть находятся люди которые это смотрят и таких молодец оце красавчик смысл в чем сам клиент он не виноват в том что яндекс такой блять пидорас но ты как человек который с яндексом сотрудничает как водитель ты на это идешь сознательно тебя никто не заставляет под дулом пистолета иди и заключай договор сука понимаешь чем дело поэтому анатолий уважаемый анатолий вы пожалуйста свои жизненные приоритеты пересмотрите хотя тому я объясняю после телефонного разговора с анатолием я пришел к выводу что этому человеку объяснять все сложно как я и обещал мы сейчас посмотрим канал я а канал в канала в такси к смотри как классный паренек такой прям и оформление желтенькая ну прям ну ну что может как казалось бы что казалось бы что может пойти не так канал в такси это кстати друг паука таксиста паукового таксиста значит ролик называется нервы не выдержали или отправил в нокаут пассажира такси давайте посмотрим знаете какой позитивный парень цели как классный прям земсков 20 ребята вы сейчас друзья всем привет на канале в такси меня зовут руслан привет вы сейчас увидите два эпизода целых два которые произошли со мной в первом эпизоде ко мне машину сядет пассажир наглый пассажир сигаретой и вообще охуевший при том при всем он еще и додумается выдохнуть дым машине нет но это пиздец ты конечно же не понравилось всем приятного просмотра вылезнуть из машины давай серьезно нибудь слышь машинку вырезать но чтобы вы понимали да давайте повторим момент значит пассажир ожидая водителя стоял на улице курил водители подъехал пассажир открывает дверь заднюю заднюю дверь садится и перед тем как закрыть дверь выбрасывает окурок на улицу некрасиво кстати этот пассажир намусорил вот за это он достоин порицания жизнь но нету ни одной мусорки а что происходит дальше он выбросил окурок на мусорил сука и наш брюс уиллис по-моему екатеринбургского разлива если мне память не изменяется так и не выяснил до сих пор где он живет но телефончика его есть в описании реакция моментальная ну блять бэтмен ну а аж ну прям блять 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 бэтмен это залез сюда это не постанова были с машины давай серьезно слышь машинку вылезай одну звезду по ну он достал ствол и пошел разбираться с пассажиром дипломатично дискутируем на тему того кто прав а кто виноват да 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 кстати там не боевое оружие естественно травмат сам автор этого канала вот здесь прям сразу в первом же коменте подтверждает что он ну ебанько при этом он выложил это я конечно очевидно перегнул палку но вот обманывать зрителей я себе позволить не могу понимаешь я не думал что многие посчитают это постанова и знал бы добавил в ролик звонок в поддержку пиши пиши жалобу это не постанова я очень много его роликов посмотрел за сегодняшний день и но по нему видно что он абсолютно способен на это это вообще блять без проблем я вам даже больше скажу я вам следующем ролике покажу для чего он все это делает подавай ствол фу как короче вырубил а давно короче не не дрался левый правый моя фирменная двоечка но это сел машину сигарет и я не смог сдержаться а это он не в описании это он сейчас будет оправдываться в видосе то есть я реально перегнул палку я вспылил я вышел с машины вот там на кадр это конечно не попадет в общем пассажир на меня дернется и мне придется его немножко успокоить я такая что себя никогда не вел еще но любому терпению приходит конец и себе так никогда не вел но любому терпению приходит конец пожалуйста не ругайтесь на меня сильно не ставьте дизлайки и второй эпизод будет тоже напомнил мне предыдущий эпизод 100 момент будет создачей то есть сама вот эта подача пассажира на мне не понравится я тоже спылил в общем напишите он он по он прям реально на кого-то похож я про пассажиры за физика да есть он не это их не большинство но есть процент пассажиров которые ведут себя неадекватно в измененном состоянии под веществами в состоянии алкогольного опьянения ржут считают что они сели в автомобиль и они могут там делать все что хотят потому что они видите ли 100 рублей водители платят за это я же матери клиенты типа я клиент я всегда правда да но ребят вы простите меня вот я с людьми которые заключали с нами договор на предоставление из пищевских услуг разговаривал абсолютно также с каждым ребята вы сами выбрали это поэтому вы должны быть к этому готовы люди разные тем более извините мы в россии живем поэтому ну тут такое но как он отреагирует это не слышали на станок на ставить то есть он вот этот и в такси заподозрил что этот клиент может ему не заплатить и на всякий случай отстегнулся и сейчас будет нарушать правила дорожного движения двигаясь в автомобиле с не пристегнутым ремнем безопасности то что он не просит пассажиров пристегнуться до мы видим да что этот пассажир он как бы сил а ему похуй но он же такой хороший он же такой классный он же брюс 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 виллис он находясь в этом автомобиле практически спасает от астероида нашу землю бренную и сейчас они все будут нарушать правила дорожного движения и он все это заливает на youtube нормально давай поехали заебал нарушаю же поехали отлично красавчик молодец молодец как тебя зовут руслан красавчик ну знаете руса посмотрите пассажир достал денежку поездка у него стоит сто девяносто восемь рублей и он отдает денежку таксисту водитель что то есть сдачи не нужно сдачи не надо эту фразу можно было сказать миллиардом способов что плохого во фразе 2 рубля подарок вот вот вы мне объясните да она немножко дерзкая но по нему видно что он либо очень устал я не буду сейчас его прям судить этого пассажира либо он был ну пьяненький может быть но это же водочка как на это реагирует наш валера а вот мы знаем руса руку он руслан так пассажир вышел он положил соответственно денежку в торпеду и решил что это не контент нихуя нужен же контент слышь я иди сюда иди сюда а я пытался 5 я когда-нибудь сорвусь на что хочу сказать хочу сразу попросить извинения что действительно я повел себя дерзко грубо я уже взял отдых отдохнул и с новыми силами буду работать надеюсь что такие ситуации больше у меня не произойдут значит смотрим видеоролик таксист сорвался и высадил буйных пассажиров я чё блять собака что ли во дворе алё сейчас посмотрю уже по телефону повеяло перегаром в кавычках особенно от реплик на заднем фоне сейчас ну чё это похоже контент скорее всего это похоже контент говорит нам автор канала в такси ну контент так контент вижу что дело предстоит иметь с тремя гопниками если бы не было канала пишет нам руси сразу отказался бы от поездки чё слышно около клуба вы выбросили чё слышно нормальное начало диалога около этого блять ну там конечно сзади вообще в дрова просто ребята сдавая назад разворачивайся на лунычахского указан другой адрес я не удивлюсь если он был брал консультацию мишей миши карацупа по монтажу очень похоже что делать фантомасу на полном серьезе такой типа фантомас ну ладно хуй с ним что делать фантомасу а отказаться вести б промолчать ц позвонить другу д заснять контент еще есть вариант е попасть в шоу доебался братуха поздравляю это была помощь друга сначала мы выйдем 109 и сам будешь нам уже 100 рублей стоит мед канаде это пизда 100 рублей стоит 109 рублей стоит слышь а не можешь повежливая с дамой 111 сколько? она сказала 109 не пиздела а вы заказывали через что? через яндекс ну я понял внутри через телефон через телефон через телефон они неправильно указали местоположение а еще это проблема надо сказать 109 рублей а? 109 рублей 151 причем мы едем не едем надо сказать 109 рублей у меня нет таких денег перебивочка огонь смотрите ожидание было пока вот вы мне сказали что это не давайте вперед во-первых вы не подъехали сейчас за 50 рублей мы стали может на улице стоять пять минут ага ага а где я буду не знаю вы не подъехали а 109 разговор парня на переднем сиденье заставляет задуматься есть ли у них вообще деньги а? претензии не ко мне это претензии к диспетчеру направо сзади ведется дискуссия по поводу того стоит ехать или нет это нам начальского я если у вас два адреса дайте нам вы хотите зафиксировать начинается хаос и у меня и меня называют мудаком как я это вижу ну то есть пассажиры козлы пассажир пьян в абсолютном неадеквате но когда его когда он к нему обернулся и сказал можно повежливее пожалуйста пассажир извинился руся он извинился перед тобой это как бы это этого может о чем-нибудь говорит о чем-нибудь говорит заходи на чисто что нужно же заснять контент да толь о его господи толь да петь ой этот руслан все по-честному плюс у нас два адреса твоя диспетчерша дура я чё блять собака что ли а вот и карты деньги два ствола подъехали и убежал что ли ну он же вообще в дровишке ну ты смотри он едет кстати не один с друзьяшками вот я раньше когда был молодым не обузданным тоже часто так делал на всякий пожар этот более-менее трезвый паренек понял что попал в блудняк этих двоих возможно вообще первый раз в жизни видит ну пазязя но довези не братуха в такси рус уже заснял контент так что все нормально это 5 это жесть ну что как методы комментировать это видимо тоже постанова да то есть что они это ты бля это не постанова прикиньте вот так я хочу ему позвонить и спросить без всяких подъебов я не собираюсь его пранковать мне просто интересно если это все тит чисто шоу и все это чисто ради хайпа ради бабла я вообще блять ни разу не против но ты тогда сука делай дисклеймер алло руслан здравствуйте меня зовут евгений вам удобно сейчас разговаривать вас не отвлекаю вы знаете я ознакомился с вашим творчеством на ютубе если не трудно можете ответить на пару вопросов я просто тоже видео блогер и у меня вот шоу такое я общаюсь с контент-мейкерами и пытаюсь выяснить у них вот с какой целью они делают то или иное относительно роликов которые это не выкладываю вы не против если вам пару вопросов задам вы на видео записываете нет зачем нет 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 я я чисто для статистики так еще раз кто вы сказали меня зовут евгений фамилия моя скворцов так а что у вас на ютубе канал или что ну он у меня есть но я им особо сильно не занимаюсь я в основном пишу для для медузы для издания ну для интернет издания для интернет портала то есть вы новость какую-то будете делать что ли или что ну я просто не понимаю нет нет вы нет смотрите нет смотрите ваше имя или ваши контактные данные упоминаться не будут я просто собираю информацию относительно видеоблогеров которые делают контент связанный с деятельностью диспетчерских служб такси фрахтовщиков перевозчиков и так далее то есть мне мне просто считайте что это соц опрос среди контент-мейкеров на ютубе так ну что спрашиваете первый вопрос связанные с тем что вот вот расскажите немножко если не трудно относительно вашего оружия которое вы используете я так понимаю это травматический пистолет нет 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 у меня оружие абсолютно легально это перцовый баллончик шпага добрыня аэрозольный пистолет но он стреляет тем же самым как она та же самая перцовка только струйная я понял он просто выглядит выглядит просто угрожающе поэтому я его взял что он просто как психологическое воздействие меньше все таки пистолет а что это за пистолет психологическое воздействие я как бы с него с него конечно не стрелял но руслан это многое объясняет кстати на самом деле я сейчас даже наверное пару вопросов отмету для себя потому что это реально многое объясняет так вы его никогда ни разу не использовали то есть не приходилось психологическое воздействие психологического действия было достаточно я даже в принципе не навожу ну у меня конечно были ситуации да когда я его там хватал но я на людей его не наводил вот просто вот у меня в руке был еще я на людей не наводил и этого достаточно принципе потому что у меня была ситуация когда трое я этих пьяных высадил они принципе агрессивные как бы если бы не добры не бы я в они бы так бы так просто бы не вышли бы это сто процентов но я видел видел этот видеоролик видимо вы имеете ввиду видеоролик таксист сорвался и высадил буйных пассажиров да я его видел в том числе и по нему был вопрос но теперь он сам собой отпал когда вы объяснили что у вас за на средства самозащиты руслан тогда следующий вопрос скажите вот вы в вот в этом как конкретно ролике о котором мы сейчас с вами говорили упомянули что вы вполне могли отказаться от заявки но решили сделать контент поскольку у вас есть youtube канал соответственно вы решили вы решили что вы пойдете все-таки на этот вот риск на провокацию можно даже так сказать чтобы просто записать видеоконтент нет 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 это не провокация абсолютно просто действительно если мне не было канала бы и после того как я пообщался по телефону мне этого было достаточно чтобы принять решение чтобы мне заказ и не ехать к ним я понял вас это как профессионально то есть чувствуешь людей какие они пьяные ведь бывают разные бывают агрессивные бывают добрые бывают спокойные а вот эти вот они как бы сразу показались такими вот агрессивными но тем не менее вы решили все равно их пригласить в свой автомобиль чтобы сделать контент потому что у меня канал все таки мне нужно чем-то для меня это топливо какого рода топлива если не секрет в смысле что у меня канал мне нужно периодичность публикации то есть естественно постановой никакие не делаю ситуации происходят сами собой я просто много работы они как бы сами собой бывают это не только у меня не у всех бывают только у каждого по-разному это понятно безусловно у вас вид деятельности род деятельности такой вы занимаетесь частным извозом людей в стране много и поэтому безусловно попадаются и неадекватные и в измененном состоянии но у меня вот вопрос как раз связанный с тем что вы порой то есть вы признаете что вы порой сознательно идете на общение с подобного рода людьми хотя у вас есть возможности избежать этого конфликта для того чтобы заснять контент я только этот вопрос я показал я показываю ситуации которые принципе не нужно делать а тогда у меня следующий вопрос а быть а в комментариях многие пишут что после просмотра моих роликов отпадает желание таксовать это это безусловно это прекрасно это прекрасно то есть вы вы видимо со своей стороны считаете что вы занимаетесь полезным делом и в какой-то степени я могу вас понять потому что у меня свое время тоже была диспетчерская служба такси и мне самому приходилось тоже на линии работать просто по поводу вот вашей видеоблогерской деятельности у меня такой такой вопрос вы понимаете что вы можете сделать дисклеймер в начале своего видеоролика и в этом случае вопросов к вам таких вот не будет возникать то есть а изначально человеку со стороны не очень понятно с какой целью вы эти видеоролики снимаете поэтому собственно у меня и лишние вопросы возникают дисклеймер я имею ввиду предупреждение то есть что это этот контент делается с такой-то такой-то целью не пытаясь не пытаясь никого оскорбить там сознательно иду на то чтобы сделать конфликт показать ту или иную ситуацию а у вас этого не присутствует в вашем контенте я понял я понял да спасибо ну видите канал молодой как бы я еще только все это знаю а вы ну то есть то есть я вам сейчас вот эту информацию дал а вы как бы ну наверное ну вы просто скажите вы наверно сделаете это да сделаю сделаю я понимаете я у многих блогеров такое видел дисклеймер да но я не понимал что это честно она быстро она появляется сразу исчезает и как бы я вот ну я думал об этом что это наверное нужно сделать раз это все делают вот но сейчас после нашего разговора я все-таки монтажеру скажу что надо что-то придумывать а у вас на аутсорсе кто-то работает вы не сами видеоролики монтируете ну теперь нет есть вопросы просто бежать надо уже нет в принципе вполне достаточно извините что отвлек спасибо за интересную беседу всего вам доброго до свидания Руслан до свидания ну вот видите направили на путь истины человека будет у него теперь дисклеймер в завершении уже сегодняшнего стрима я вам покажу одного водителя такси который занимается частным извозом дико позитивного с которого я считаю должен брать пример и анатолий и в том числе и Руслан с которым мы сегодня пообщались я вам покажу ролик который набрал более 100 тысяч просмотров наслаждайтесь если бы Руслан и Петя были бы такими же сегодняшнего стрима бы не было вернее он бы был но он был бы на другую тему всем привет ребят сегодня столкнулся с такой ситуацией первый раз короче пассажир оставил кошелек в нем документы права документы на машину и внушительная сумма денег так как документы там были не составило труда понять вообще что за человек узнал у службы поддержки его номер телефона клиент был компании Гет сейчас позвонил ему говорю нашел ваши документы и так далее он сообщил мне адрес и вот еду возвращать посмотрим как вообще происходит возврат ценных вещей пассажиров до связи друзья эта ситуация произошла со мной в среду вечером к сожалению не получилось записать сам факт передачи ценных вещей клиенту и я сейчас объясню почему я в среду откатал утреннюю смену очень плохо не заработал с утра даже 2000 рублей приехал на обед домой и когда уже собирался выезжать на вечернюю смену обнаружил пропажу своей камеры gopro на которую я снимаю видосы я перерыл весь дом но камеру не нашел ну и короче вот в таких расстроенных чувствах сел и поехал работать я довольно таки мнительный человек и катаясь вечером у меня просто не выходили мысли из головы где мне теперь брать камеру потому что ну перед новым годом выдернуть 25 тысяч из бюджета мне казалось нереальным и вот я в таких расстроенных чувствах катался катался возил клиентов одного за одним и очередные клиентки две девушки садятся ко мне в машину и говорят ой молодой человек у вас кто-то забыл кошелек на заднем сидении я говорю да спасибо кидаю кошелек бардачок довожу девушек до краснопутиловской улице высаживаю их естественно достаю кошелек открываю его и вижу что там реально наличных денег больше чем на две на моей камеры ну и еще наверное даже жене бы на подарок осталось то есть вы понимаете да мое чувство что это вообще подарок судьбы или что и вот я в смятениях в замешательствах еду с краснопутиловской на московский проспект выезжаю паркуюсь сижу и думаю блин что же делать в итоге принимаю такое решение позвонить службу поддержки и узнать номер телефона как я уже сказал документы пассажира лежали в кошельке и поэтому я понял сразу же какая это поездка была я набрал пассажира спросил на каком он адресе сказал ему что нашел ваши личные вещи что передали мне его пассажиры которые ехали после дядька был просто несказанно рад и он даже на самом деле еще до этого факта не знал о пропаже своего кошелька в общем подъезжаю я на адрес звоню ему говорю здравствуйте я подъехал туда-сюда сижу жду его выходит мужик я ему отдаю кошелек говорю проверьте все ли там на месте он просто не глядя открывает лопату достает пятак говорит блин держи братан от души с новым годом тебя просто дает мне 5 косарей и в этот вечер я привез домой 9 тысяч рублей 4 которые заработал сам лично и 5 которыми меня отблагодарил пассажир гетто я был просто ошарашен на самом деле поступком этого мужчины позвонил жене говорю приеду пораньше ну все уже смену можно заканчивать ничего себе 9 косарей упало а жена мне говорит я нашла твою камеру она валялась в прихожей под шапки и я к чему все это вообще рассказываю вам друзья делайте правильные поступки и они вернутся вам в двойном объеме всем спасибо что посмотрели этот видос всем удачи всем добра вы достойны похвалы тебе тоже удачи и добра в общем смотрите ребят канал серого вот подпишитесь я вам серьезно говорю ну если у вас хоть на секунду есть подозрение что он какой-то такой неискренний или как-то вот что-то как-то это попахивает доказательств нет ой камеры не было ой как удобно хуй там ну такой все там заебись поэтому на канал серого подписывайтесь ребята вот тут кто-то писал может быть подстава туда-сюда там идея была вообще не в подставе и смысл был не в подставе смысл был в том что ситуация была такая что соблазн был крайне велик человек получает доход со своего канала и извините меня но на этом канале вот если вы посмотрите тут нет такого пиздеца как у пауков такси и нет такого пиздеца как у я в такси или в такси там как я не помню у Руслана канал называется вот тем не менее вот просто посмотрите и поймете в чем вообще цимис я тоже сначала такой думаю блять что ты это как-то серый кто ты где ты как ты а серый я думал серый вон какой а ну кажется вон какой спасибо огромное что смотрели сегодняшний эфир я надеюсь вам было хоть чуть-чуть немножко интересно надеюсь у вас как-то настроение немножко улучшилось но я старался как мог спасибо что смотрели огромное спасибо всем кто поддерживал канал денюшкой денюшечкой всего вам хорошего и храни вас господь пока ребят и и и и и и и